Дама в гостях выбирает изысканный напиток и спрашивает у поручика Ржевского, а это Хенесси? Поручик Ржевский говорит, мадам, это Самогонесси. Подписываемся и слушаем дальше. Котович, ваши лошади сожрали все сено в нашей деревне. Неужели ли все? Нет, ну это Киперпола. А, Киперпола, она это может. А кто это здесь? Случайно заметил сигарету девушки. Она большую надпись о вреде курения заклеила и написала, ничего страшного. А кто у вас стрик? Мастер. Ну это понятно, а кто он был по профессии? Мои расходы. Транспорт 40 рублей. На хлеб 36 рублей. Не помню куда. 1280 рублей. Я помыла сегодня кружку. Ну и как, польза есть? Да, есть. Сейчас туда помещается больше чая. Олимптика. На итальянской улице открылся музей эмоций. Входной билет стоит 600 рублей. Сходил и испытал очень сильные эмоции. Ну зачем же я истратил на это столько денег? А ежи. Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился? Ну, если можно платить в расточку, тогда конечно. Возьмите четырехзачное число, умножите на 4, разделите на 12, добавьте 32 и закройте глаза. Темно, правда? Оттабельс, пожалуйста, сделай, чтобы завтра была суббота. Хорошо, сделаю, но только в пятницу. Встречаются две блондинки в темной комнате и нечаянно сталкиваются лбами. Ужас, говорит одна. На себя посмотри, говорит другая. Папа, а ты хотел бы попасть в сказку? Хотел бы сражаться с драконом, с Кошеем, с Папой Ягой? Видишь ли, сынок, после того, как я пошел на работу и женился, я, можно сказать, живу в этой самой сказке. Вовочка вспоминает. Раньше я учился плохо, и Мария Ивановна часто вызывала отца в школу. А потом я стал учиться лучше, и Мария Ивановна пришлось искать другие способы, чтобы вызвать моего отца в школу. Вы приходите на работу с немецкой пунктуальностью. Спасибо, Мартона Мартыновна, я стараюсь. Вы каждый день опаздываете на работу, но ровно на 10 минут. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Спасибо. 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 Спасибо.